Может быть, кто-нибудь знает, даже книжку, которую я держу в своей руке. Сейчас я вам прочитаю маленький отрывочек из нее. И надеюсь, вы поймете, зачем я это сделал. Все казалось утопало в тумане. Статуэтки и маски из черного дерева ухмелялись на своих полках всеми своими деревянными мужествами. Такого состояния неопределенности у Олега не было давно. В то же время он чувствовал постоянный прилив адреналина. Он заметил, что фигура его приобрела более сконцентрированный и мужественный вид, а в глазах появился блеск. Он протянул руку к стоящему на близлежащей полке предмету в виде филитиковинного зверяка. Или ухмыляющегося языческого духа и сделанного как будто бы из дерева. Рука вместо мягкости дерева почувствовала твердость керамики. Олег потянул фигурку. Оказалось, что она стоит на небольшом пеньке подставки. Он снял ее с подставки, сделанной на сей раз из дерева. На фигурке оказалось несколько игровых отверстий. На спине и свистковое устройство, сделанное в форме хвостика снизу. Олег зажал в руках фигурку и поднес к губам свистов. Сильно подумал. Получился какой-то шипящий звук. В этот момент в кабинет вошел Михаил с чайником. Это Карина. Зажми все отверстия пальцами, а в свисток дуй медленно. Словно пытаешься растянуть дыхание. И открывай попеременно отверстия. Олег послушался совета. И из Закарины потек извилистый, глуховато-протяжный звук. Как ветер в пустыне. Аж мурашки по коже пробежали. С каждым выдохом звук становился все стройнее и интереснее. Приводит в соответствие твой дух, дыхание и разум. Очень душевная вещь. Делает один мой хороший знакомый Серега Быков. Талантливый человек. Над каждой работает не по одному месяцу. И все разное у него. И по виду, и по звуку. Ну ладно, поставь в санку. Будем чай пить. Итак, друзья мои, я хочу вас познакомить с Сергеем Быковым. Мастером тех самых окорин, о котором идет речь в этой книге. Потому что меня в свое время очень сильно, действительно, зацепила та глубинность этого звука. И то ощущение сказки, которые ты получаешь, когда держишь в руках эти предметы. И сегодня он с нами. Такая уникальная возможность быть у истоков того, о чем будет речь в книжке. Поэтому давайте поприветствуем этой Сергеем Быковым. Мы попробуем сделать классическую карину. Это вот видная форма. Самого музыкального инструмента, дающего такой оптимальный, наверное, звук. И, в принципе, я думаю, что, наверное, у всех получится сделать. Если не получится, не пугайтесь. Я подскажу. Главное здесь начать. Главное здесь. Ты прям первый раз. Первый раз уходит. Деется. Сахара. Знаете, да? Закуривают трубки. Такой вот какой-то ветер, пустыня. Что-то вот такое магическое, древнее. Вообще пожелание, чтобы не записать альбом музыкальный. Альбом музыкальный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле в моей голове не укладывается, как может сочетаться некое стремление к риску И ситуация, где нужно максимально быстро принимать решение, где от тебя зависит каждая секунда И в то же время многомесячное, кропотливое, в чем-то даже монотонное, спокойное вышлифование, доведение до совершенства изделия Для меня это вот настолько интересный вообще феномен Вот может быть Сергей объяснит, как это уживается, как тебе это все дело уживается, расскажи Монотонное, я как раз сейчас закончил очередную работу Там кельский орнамент наносил Вот это был монотонный Но на самом деле это как такая чистка сознания, потому что каждая работа это как ребенок То есть когда ты к этому серьезно относишься и всего себя отдаешь Потому что вот, то есть начинаешь делать какую-то серебрную работу Как бы ничего больше не существует Это вот так вот, родился ребенок в семье И какое-то время вот все, существует ребенок, существует все с ним связанное А весь остальной мир он где-то там Потом, чтобы уже, ну как, глаз не замыкнулся или еще там что-то, выплывешь Накопил, наверное, выплеснул и все, и с чистым сознанием начинаешь что-то снова страдать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!